добрый вечер уважаемые участники рад приветствовать вас на нашем очередном вебинаре на котором мы поговорим о той теме наверное которая беспокоит всех да все они думают у нас 2020 год выдастся очень волатильные мы увидели шикарное ралли но именно восстановительное ралли которое было с марта но с марта месяца очень быстро отросли и в принципе многие попытались на этой волне как раз купить для себя хорошие акции найти хорошие идеи для инвестирования но мы уже видим что рынок находится на опять на локальных максимумах и опять несколько скажем так и энтузиазм инвесторов под угас то то есть все видят что рынок восстановился но тем не менее так бывает да то есть про сейчас восстановились крайне быстро ну и собственно в этой связи нашим главным спикером сегодня будет фуат поэтому мы разберем фактически поговорим о том что необходимо ждать 2021 году ну и принципе как к этому подготовиться на что ориентироваться как всегда перед началом это несколько слов первое это важное предупреждение о рисках всегда конечно важно помнить о том что торговлю на финансовых рынках связано с рисками и не стоит переходить к работе на реальном счету пока вы с этими рисками не ознакомились это важный момент кстати коллеги а напишите пожалуйста в чат какой у вас опыт торговли пока вот я расскажу пару слов об адмирал маркетс напишите цифру 3 если у вас есть опыт уже на реальные счета цифру 2 если только на дэмо цифру 1 если не на дэм они на реальных счетах не торговали не инвестировали тоже очень интересно те кто будет смотреть на записи напишите это пожалуйста также в комментариях а для тех кто впервые присутствует на вебинарах адмирал маркетс скажу пару слов про компанию адмирал маркетс является брокерская компания мы предоставляем услуги как по маржинальной торговли то есть это классическая торговля именно с использованием кредитного плеча и также возможности по инвестировать вы можете также для себя формировать портфель из акций и собственно держать его получать дивиденды или получаете прибыль уже непосредственно от роста компании без использования кредитного плеча то есть это новое для нас направление то есть мы запустили это ну как новое мы запустили это примерно уже два года назад но тем не менее сейчас мы делаем как раз и большие подвижки в этом направлении. И, собственно, инвестиционный счет для этого помогает. Поэтому вы для себя можете выбрать тот стиль, то есть тот подход, который для вас примен. Если вы более активны, то для вас подходит трейдинг. Если вы более консервативны, у вас не так много времени, которое вы можете уделять, то, собственно, инвестиционный счет в этом случае как-никак лучше подходит. Но вот как раз Константин пишет, что только собираются проинвестировать в акции, не знаем куда. Но вот как раз сегодня мы об этом и будем говорить. Ну вот я предлагаю взять за основу Фуаду вот этот момент, то, что люди приходят, многие не знают, куда инвестировать. Вот как раз с этой связи, с разных сторон, вот этот вопрос рассмотреть. Несколько слов скажу про Фуада. То есть я представлю его перед началом. То есть мы с Фуадом сотрудничаем уже много лет. Фуад – это человек с колоссальным опытом, человек, который занимается трейдингом, наверное, трейдингом и инвестированием. И все, что с этим связано, наверное, 24 часа в сутки. Поэтому его вебинары всегда очень интересны, всегда очень информативны. Всегда можно получить большое количество полезной информации. Фуад также присутствует в подкасте «Два трейдера». Кстати, выпуск которого мы уже опубликовали. Я тоже чуть позже ссылочку на него дам, чтобы вы уже смогли послушать про последние как раз тренды, по последней тенденции и получить последнюю информацию непосредственно о рынке. Сейчас я передам слово Фуаду. Но для всех также скажу, сейчас я приложу, пока Фуад будет подключаться, я также приложу сейчас в чат полезные ссылки. То есть, во-первых, это ссылка на наш YouTube-канал, которым вы сможете воспользоваться и посмотреть в записи уже непосредственно, например, этот вебинар или все последующие. Также приложу ссылку на подкаст «Два трейдера». Ну и рекомендую подписаться на наш Telegram-канал, потому что туда мы публикуем как раз все записи, все подкасты. То есть там вы всегда можете оперативно следить за всей информацией. Ну и, собственно, вот здесь вы видите всю информацию. Также я приложу ссылку на вебинар с Александром Элдером, который будет завтра, чтобы вы смогли как раз зарегистрироваться. Ну а теперь, наверное, передаю слово Фуад тебе. Сейчас я остановлю демонстрацию экрана, запускай свою и начинай. Да, спасибо, Роман. Ну, Роман уже представил, мне представляться смысла нет, да и времени не будем тратить на это. Видно видео, да? Вот я себя вижу, вы тоже меня видите, и звук прекрасно слышен, так я понимаю, да? Да, все верно. Мне даже уровень прибавлять не надо на микшере. Все хорошо, вот микрофон очень профессиональный, очень классный. И я включаю такую возможность, как экран свой. Вот, наверное, да? Все правильно? Да, все отлично. Хорошо. Вот в таком виде я буду показывать, потому что если я сделаю фуллскрин, то я не смогу переключать так, как хочу. Иногда очередности я буду менять. Да, я думаю, нет проблем, если вы видите шкалу, линейку, или вы не видите это. Связь пропала почему-то. Роман? Не-не, все в порядке, да, мы все видим. А, окей, все, хорошо. Итак, давайте поговорим о том, что у нас возможно, что мы можем увидеть в следующем году на рынках. Прежде всего, речь будет идти об американском рынке. Конечно же, об американском рынке. Это король всех рынков, и тут даже мы не будем какие-то делать исключения, там уходить куда-то. Это S&P, главный наш индекс, американские площадки, номер один площадка, все остальное вертится вокруг, так сказать, американских бирж. И на 20... Сейчас 20-й, да. На 20-й год мы не будем тратить слишком много времени, потому что было несколько вебинаров до этого, мы говорили. Да и прошлое, оно прошлое. В двух словах скажем, что было. Все вы знаете, на самом деле, что случилось, пандемия и так далее. Поэтому сосредоточимся на том, как связан 20-й, может быть, связан с 21-м, какие особенности в 20-м. И вот особенно в ноябре у нас выборы были, у нас масса интересных событий. Вот буквально сегодня была очень важная, важная такая новость. Это назначение будущего главы казначейства, министра финансов. Ну и, собственно, как это может повлиять на 2021 год. Ну и фигура Байдена. Это вебинар не о выборах, но так как выборы закончились, результаты уже известны. На 2021 год это будет оказывать существенное влияние. Мы, наверное, половина вебинара будет вот вокруг этих ноябрьских событий. Ну и вторая половина, собственно, оценка. Оценка рынка. Как выглядит рынок с точки зрения соотношения стоимости акций к их прибылям. Сейчас сезон отчетности, все вы знаете, как он вообще идет. Правда, отчиталось всего 10% компаний, но хоть как-то можно присмотреться ко всему этому. Вот это сейчас важно. Вот это сейчас на повестке. Ну и я сразу сделаю такой спойлер. Например, забегая вперед, скажу, что настроение у меня сейчас бычье, как и в последние 2-3 месяца. Никаких настроений типа, ой, пандемия, посмотрите, что на улицах происходит у меня нет, потому что рынки со всем этим связаны косвенно. И мы об этом тоже, наверное, поговорим. А если не успеем так много поговорить, просто поймите, что то, что происходит на улицах в реальной экономике и то, что происходит на фондовых рынках, может отличаться по времени. Лаг так называемый такой. И я на всех вебинарах говорю, что этот лаг равен 6-8 месяцам. И знаете, в чью пользу? В пользу рынков. Сначала рынки отыгрывают, а потом уже в реальной экономике на улицах, так скажем, происходит то, что происходит. Итак, рынки на новых максимумах. Скорее всего, они уже предчувствуют то, что экономика будет развиваться бурно, будет расти в следующем году. Куда ей деваться? Все плохое, что она могла сделать, она уже сделала, эта экономика. И все самое худшее позади. Я не знаю, какая у вас информация, откуда вы ее черпаете и как ее используете, анализируете, но у нас 2 вакцины готовы. Третья сегодня поступила информация, что, может быть, не так эффективно, но, в принципе, тоже норм. А это значит, что слово пандемия, конкретно ковидовской пандемии, знаете, много разных болезней в мире каждые несколько лет происходит. Ковид-19 можно, так сказать, положить конец в ближайшем будущем для экономики, по крайней мере. Выводы для здравоохранения, каких-то других вещей будут разные. Но для экономики тема ковида закрыта настолько, насколько можно. Итак, давайте пойдем, давайте дальше сразу переключимся на слайды. Смотрите, у нас были выборы. У нас, опять я говорю у нас, но так как рынки американские, будем считать, что они наши, эти рынки. Были выборы, и на этих выборах победил Байден. Сегодня Трамп тоже. Еще одна хорошая новость, которая закладывает для будущего, для 2021 года, менее рисковые сценарии. Смотрите, если бы Трамп упорно шел по судам, добивался, до последнего отказывался, ну там такой разрыв, что уже невозможно это делать, это был бы риск. Риск для рынков, для экономики в том числе. Но сегодня, или вчера, помню, сегодня, Трамп передал, ну или нет, не передал, он начал транзишн, как передачу власти. То есть процедура, есть определенная процедура, она там описана наверняка в ряде документов, там, допустим, я не знаю, Конституции или еще где-то. Процедура начата, и, собственно, все. Одним риском меньше. Мало того, риск выборов отошел на второй план, вообще ушел. Так еще и риск непризнания результатов со стороны Трампа, по-видимому, по всей видимости, уже нивелирован, ну так, как человек начал процедуру, да? Хотя, может быть, это ничего не значит. Мало ли что там у Трампа в голове. Итак, а раз так, раз такая ситуация, давайте посмотрим, как она отразится, возможно. Смотрите, разный Конгресс и разные, ну разные палаты под разным контролем демократов и республиканцев, и президент демократ. Ну вот то, что сейчас происходит. Кто Байден? Демократ. Парламенты будут, возможно, разные под республиканцами и демократами. А это значит, мы подпадаем вот под эту выделенную линию. Мы на предыдущих вебинарах уже говорили о разных сценариях. Сейчас мы можем с большей вероятностью сказать, что вот он сценарий самый главный, который реализовался. А это значит, что за последние 70 лет, с 50-го года, в среднем рынки, которые вот под таким вот контролем двух разных партий в парламенте и под президентом-демократом дают почти 16%. Обратите внимание, это не самый худший результат, и никакой не средний, типа там 13 или 9. Это один из лучших. Ну, лучше разве что там на пару процентов 18,3. Это если бы был бы демократ-президент, и республиканцы бы контролировали палаты. Ну, в общем, разница небольшая. Итак, давайте просто себе сделаем такую запись, да, на 2021, на ближайший месяц и так далее, на следующий год. У нас один из лучших сценариев исторически, да. Уже хорошо, уже хорошо. Идем дальше. А давайте посмотрим, есть ли президент новый, вот свежий, свежий, неповторный, как Трамп два раза, как, кто у нас был два раза, ну, много кто был два раза, по-моему, Обама был два раза, Клинтон был два раза, да, подряд. Если у нас президент новый, свежий, никогда не был президентом, и вот впервые избран, да, under new president, видите, здесь написано, как ведут себя акции под таким, да, с таким президентом. Смотрите, первые годы не очень, откровенно говоря, да, потому что переизбранный президент дает рынкам больше. Это в среднем. Так, не надо потом в 2021 году обвинять меня в том, что я как-то вводил заблуждение. Тут, во-первых, везде дисклеймер, что мы, это цифры, это статистика, это факты, я их придумал на самом деле, да. Так вот, первые годы, видимо, под впечатлением того, что все будет продолжаться так, как было, все будет так же хорошо, ну, если рынки были бычьи, а рынок под впечатлениями дает лучшие результаты, в среднем 9,6, 8,8, это если президент переизбран, а с новым меньше, но третий год, третий год, 20% под новым президентом, в четвертый год 11,7, то есть огня, жару Байден, возможно, как новый президент, неважно Байден или кто-то другой, да, хоть Верютин, да, жару даст, поднажмет на газ в третий и четвертый год, какие это у нас годы, 21, 22, 23, 24, да, это не значит, что сейчас не надо покупать, здесь тоже положительные цифры, но по сравнению с президентом, который идет на перевыборы, у нового президента все-таки большая часть рыночного роста приходится на третий год, 20%, так что смотрите, держите денежки для третьего года, приготовьте, весь портфель не расходуйте, ну 78%, немножечко придержите, или может быть на третий год можно выйти из акции на коррекции и придержать, да, но это так, это просто всякие вариации. Так, я тут пару слайдов пропущу, потому что они касаются отчетности, закончим с нашими годами, статистикой всякой, да, вот еще одна статистика, смотрите, если S&P дает больше 80%, если в S&P больше 80% компонентов выше 200-дневного мувинга, ну для тех, кто не знает, это скользящая средняя, это так называемая, да, кривая, которая показывает 200-дневную среднюю цену, то посмотрите, что происходит с рынками, если такая ситуация случилась, то рынки не собираются сбавлять обороты, рынки не собираются откатывать куда-то назад, ни в первый месяц, ни на третий месяц, оранжевая, ни через полгода, и тем более не через год. У нас примерно такая ситуация, ну сейчас именно не скажу, тут статистика может быть за недельный, там двухнедельный, ну наверное сейчас рынки пошли вверх, еще лучше такая ситуация, посмотрите, еще раз для тех, кто может быть не совсем часто работал с такой статистикой, если S&P 500, это индекс из 500 компаний, так секундочку, я открою чат, чтобы видеть сколько у нас участников, кто эти люди, да, на другом экране, так вот если индекс S&P, в котором 500 крупнейших американских компаний, 85% этого индекса, выше своих двухсотдневных средних, то есть вот долгосрочный тренд, они выше этого тренда, то есть более бычий у них тренд, они более агрессивно растут. Чем заканчивается такой агрессивный рост в принципе? Так, он заканчивается через год хорошей прибавкой, целых в среднем 10%, даже через полгода 5% прибавка в среднем есть. Я не знаю, за сколько лет статистика, сейчас посмотрим, с 90-го года. С 90-го года сколько таких случаев было, ну не написано, наверное, здесь, а может и написано, ну не один, не два, да, это значит средний у нас, а это ситуация, когда вот так, ну то есть она лучше, лучше. Еще один плюс, да, нынешний разгон, нынешний разгон фондового рынка, не надо спешить его шортить, не надо его, знаете, такую пословицу, don't fight the Fed, да, не бодайся с Федрезервом, не бодайтесь с рынками, не ищите контр-трендовые стратегии. Я в конце поговорю еще о какой-то контр-трендовой стратегии, но она совсем другая, она как раз позволяет вам абстрагироваться от тренда, ну собственно, будем об этом говорить минут 5-10 немного, а пока просто посмотрим. У нас номер 2 хорошая новость для следующих периодов. помимо республиканцев Байдена и всего остального, помимо того, что новый президент, правда, не первые два года, а последующий, третий, четвертый год дает хороший прирост рынкам, это такая средняя новость, точнее, хорошая новость, но не прямо сейчас, да. Третья хорошая новость, это вот по поводу моментума, так называемого, в рынках, если он хорош, то ждите продолжения. Что у нас еще? Посмотрите, что я еще приготовил для вас, обычно, вот сейчас у нас ноябрь, декабрь, давайте посмотрим, вот зеленое – это годы выборов, любых, кто победил, даже не важно. В годы выборов, как себя ведет фондовый рынок в ноябре и декабре, посмотрите, одни из лучших столбиков, гистограмм столбиков, одни из лучших, вот эти два месяца, ноябрь еще не закончился, декабрь еще не начался, но, например, по сравнению с октябрем, когда в годы выборов коррекция, кстати, была ли коррекция? Была, видите, эта статистика не подвела, я могу ошибаться, напишите мне в чате, собственно, октябрь был коррекционный или нет, потому что мы можем вначале уйти на коррекцию, в конце отыграться и так далее, если кто-то владеет, в Финвизе можете посмотреть, я не буду на это тратить ваше время, там август неплохой, остальные месяцы так себе, ну и март в годы выборов тоже неплохой, но этот март, конечно, был совсем плохим, совсем. Эта статистика, видимо, не учитывает пандемии, и здесь, конечно, мало смешного, но вот так. Надеюсь, ноябрь и декабрь отыграют неплохо, вот здесь график показывает, что должно быть хорошо. Это какая хорошая новость по счету? Четвертая хорошая. Не то, чтобы я здесь подбирал столько хорошие новости, но вот все, что мне попалось, я то и подобрал. Так, что здесь у нас? Ну, об этом мы говорили. Конгресс, президент разный, видите, хорошие цифры у нас. Сплит-конгресс, последняя таблица, 17,2 дает при демократах, что это Average Annual Return. Ну, без президента, по-моему, здесь, да, здесь без президента разный конгресс и ВВП. ВВП, конечно, меньше растет почему-то, странно, все время ВВП растет сильно, фондовый рынок так себе, ну, тоже сильно, а вот здесь ВВП как раз отстает. Ну, хорошо. Вообще есть такая какая-то теория, что там одни партии четыре года тратят деньги на инфраструктурное развитие, ну, допустим, демократы, а потом приходят республиканцы, и фондовый рынок при них растет, и они пожинают плоды. Я где-то от кого-то слышал такую версию, но забудем о ней. Идем дальше, идем дальше. Это значит, что касается выборов. Я вам в конце еще такую статистику покажу, от которой вам будет, конечно, ну, как минимум будет забавно, забавно будет, очень странную статистику. Так, что у нас еще тут есть из таблиц? Так, раз, два, три, показали. Вот это что у нас? А, вот теперь у нас то же самое, что и 85%, но 65%. То есть, если, ну, не то же самое, если более 60% акций из S&P, ну, больше половины, добрая половина, две трети, показывают новые 200-дневные максимумы, больше 65%, то чем заканчивается это для рынков, да? Это процентное соотношение времени, сколько они, не акций нет, процентное соотношение времени, сколько индекс показывает новые максимумы, то есть вот так прет и прет, прет и прет, растет и растет. Да, вот Александр пишет, получается, будем перебивать хаи. Да, через 12 месяцев он в плюсе, ну, один раз был по нулям, остальное время все время в плюсе. То есть, этот бычий настрой по двум разным метрикам, по двум разным шкалам, он показывает, что мы же здесь об инвестициях, да, говорим не о спекуляциях внутри дня, что через 12 месяцев будет круто. Возможно, возможно, ну, статистика прошлых показывает именно так. Что у нас еще? Посмотрите сюда, 2020 год. Сколько у нас было новых максимумов, ну, вот как бы, да, по индексам? 24. Да, это немного, но учтите, год пандемии, а у нас 24 раза новые максимумы по S&P. All-time highs, понимаете? All-time, вообще, исторические, исторические. Давайте посмотрим, какой год был у нас самый лучший? Самый-самый лучший, ну, вот где-то вот здесь 90-й какой-то год, 77 новых максимумов. Вот здесь еще несколько лет назад, когда это было, то ли когда Трамп пришел, да, если это 20-й, а 19-й, 18-й, 17-й, 62 новых максимума. Ну, и этот год тоже неплохой. Посмотрите сюда, вот здесь целые пробелы, огромные-огромные пустыри, то есть рынки где-то колебались, или вниз шли, или вверх шли, но новые максимумы не побивали. А вот сюда, посмотрите, после Великой депрессии, сколько лет потребовалось, чтобы бить новые максимумы? Так, у нас вопросы-ответы. Анатолий пишет, что будет с золотом в 2021 году, рост или падение? Давайте я под конец отвечу. Честно скажу, я за золотом не слежу в таком вот видео. У меня есть акции Ньюманд, Ньюманд майнинг, компания Ньюманд, они куплены, и они пока в плюсе, но этот плюс тает, тает, я не знаю, что делать. Вот абсолютно, будучи честным, я даже не знаю, что сказать. Тут вообще 50 на 50. Абсолютно случайным, рандомным, может быть, и мое мнение, и любое другое мнение, как-то вот так. Да, золото выигрывало от неопределенности, золото выигрывает от инфляции, но ее нет. Нет ни неопределенности, ни инфляции, чтобы золото, даже дефляции нет, чтобы оно как-то, да, слабость доллара, может быть, как-то будет помогать, низкие ставки, но тут сложно сказать. Мне кажется, ровно 50 на 50 не только вероятность, но и количество факторов бычьих и медвежьих по золоту, вот так вот, два здесь, два тут. Хорошо, продолжим, продолжим. Что у нас тут еще? Вообще ноябрь, мы говорили о ноябре, про год выборов. Ну вот Александр пишет про новое золото биткоин, я не буду комментировать. Мы говорили о том, каким ноябрь и декабрь будет в годы выборов, но вообще-то ноябри в целом-то неплохие. Посмотрите, я думаю, это второй результат во всей таблице после какого-то там 28-го года, когда 12% за ноябрь прибавили. Этот ноябрь, 19-20, не знаю, закончили они 20-й или нет, тут статистика на 17 ноября. Ноябри, в общем-то, неплохие, очень даже неплохие. И, правда, он заканчивается поздновато, конечно, с ноябрем. Теперь еще один фактор, который мне подсказывает, что фондовый рынок будет выигрывать у рынка облигаций и отнимать часть капитала. Смотрите, на рынке всегда есть такой баланс. Хедж-фонды думают, куда пойти? В облигации стабильно, надежно, казначейство вам платят только за то, что вы держите бумаги госдолга, они обслуживают свой долг, свои 4% в год вы будете иметь или 5%. Но сейчас ставки далеко не 4, не то чтобы даже не 5, даже не 2. Посмотрите на ставки, как они сильно упали, очень сильно они упали, десятилетки. То есть инвестор вкладывает деньги в десятилетнюю облигацию и получает какие-то около нулевые копейки. Вот тут как это все прогнозируется на 2021. Смотрите, мы же говорим о 2021. А что будет в 2021? Как прогнозирует, допустим, Bloomberg или еще кто-то. Также прогнозирует, что десятилетки Q2, Bloomberg Average Forecast, вот эта вот шкала, она на 2025, чуть-чуть выше, ну совсем немного выше будет доходность, то есть будут оставаться низкими ставки. А значит, если по облигациям доходность низкая, кому будет интересно вкладывать, да, в надежные, стабильные, там чуть ли не 100% бумаги под какие-то 0,9%, никому это не будет интересно. Посмотрите, что на фондовом рынке. Ноябрь там десяток процентов приносит. Кому интересен годовой 1%, когда на фондовом рынке такое творится. Поэтому капиталы из облигаций будут уходить на фондовый рынок, а это еще один плюс, я не знаю, пятый по счету или шестой. Давайте посмотрим, что вообще происходит с розничными продажами. Вот сейчас очень сильно взлетели акции розничных всяких, там, я не знаю, одежда, ну много. Это очень большой сектор в S&P, ну достаточно большой. Видите, новый максимум, кризис не успел, вот эти серые полоски, это кризисы. Кризис не успел закончиться, рецессия не успела закончиться, а розничные продажи бьют новые максимумы. Да, вы скажете, магазины закрыты, но интернет-то не закрыт, вот они и покупают через интернет. Так, хорошо. Что теперь, давайте небольшие выводы. Есть еще такой индекс очень интересный, Russell 2000. Ну, не обязательно прям его покупать, это акции мелких компаний. Я сейчас медленно буду подводить вас к той идее, которая мне интересна в 2021 году. Одна из идей, одна из идей. Посмотрите, Russell 2000 бьет новые максимумы, точнее, бьет максимум отсутствия новых максимумов. Еще раз. Russell 2000 постоянно бил рекорды бездействия, ну, как сказать, отсутствия дикого роста. Два года подряд Russell не мог уйти на новый максимум. И вот, наконец, наконец, вероятно, это закончилось. Вернулись вниз, вот, да, то есть побит. Я сейчас по этому графику сужу, на самом деле, я не слежу за Russell 2000, может быть, здесь что-то не так, но, как я вижу, видите, каждый раз длинный цикл отсутствия новых. То есть, Russell 2000 – это индекс мелких компаний, он не мог выйти вперед. Ну, понятно, сейчас пандемия больше бьет по мелкому бизнесу, а крупным корпорациям, каким-нибудь Амазонам, Гугламам, им все равно, они новые максимумы побивают в акциях, а мелкие – нет. И вот, наконец, он прервал серию циклов отсутствия максимумов и начался какой-то хороший рост Russell. Еще одна хорошая новость. И раз уж у Russell только-только начался новый максимум, новый цикл, может быть, это та индустрия, на которую стоит обратить внимание. Это даже не индустрия, это просто категория акций, мелких, 2000 там акций, котирующихся на биржах, мелких-мелких, там, я не знаю, ну, совсем мелких, 300 миллионов капитализация, я не знаю, там, 50 миллионов, ну, хотя это совсем уж мелочь. Вот так, то есть один из выводов, которые можно сделать. Пандемия дала крупным компаниям хороший бонус, они сильно выросли. Вот этот фанк, так называемый, Facebook, Alphabet, Amazon, Netflix, там, да, вот у них даже целая группа. Они в NASDAQ, в S&P, прям такая, как, знаете, в парламенте фракция, которая может любые голоса, любое голосование перетянуть на свою сторону. А вот и здесь эти фанги слишком крупные. Их даже хотят делить уже, и Google хотят, и Facebook. Они слишком крупные. И что, если их время прошло, ну, временно, да, так как вакцина, все закончилось, и теперь мелкие компании начнут поднимать голову. Итак, первый вывод, который я хотел бы сделать на 2021. 2021, поменяем местами тренд, поменяем местами тех, кто рос в 20-м после пандемии, и те, кто не мог вырасти, поднять голову. Здесь мы видим, да, не могли, почему они два года уже не могли поднять голову на новые максимумы, эти Russell 2000, эти мелкие компании из индекса. Да, вывод один. Дальше. Вот у нас сейчас идет сезон отчетности. Посмотрите, мы, правда, всего 10% компании отчитались. И вот если сейчас, вот здесь линия факт и оценка, да, будущее. Если сейчас нехорошие у аналитиков взгляды, там 10% думают, что будет в третьем квартале падение доходов компании, в четвертом тоже будет не очень. Но посмотрите, какие радужные перспективы на второй квартал 2021, третий квартал, четвертый. То есть, возможно, если это оправдается, нас ждут неплохие времена. Компании, которые теряли в пандемию, наконец-то наверстают и так далее. Возможно, это случится при помощи тех мотивационных пакетов со стороны государства. Кстати о них, кстати о них. Смотрите, кто пришел к власти в США? Байден, да, это значит автоматически 7 триллионов помощи, которые обещал Байден влить в экономику. Уже хорошо, 7 триллионов, огромная сумма долларов. Вторая хорошая новость. У Байдена сейчас Джанет Йеллен назначена казначеем, министром финансов, так скажем. Ну, я сейчас не сужу, я тут буквально, вот видите, распечатываю тонны всяких материалов. Там Блумберг, там, я не знаю, всякие другие источники. И вот последняя статья была про Джанет Йеллен. Я посмотрел, как она смотрит на какие-то вещи, типа мотивационные вот эти пакеты, стимулирование экономики Китай. Мне показалось, что это очень бычий фактор. Ну, во-первых, Джанет Йеллен все знают. Это бывшая глава ФРС. Во-вторых, она с Китаем очень даже не в контре. Она даже назвала Китай тем государством, которое, собственно, не виноват в дефиците торгового баланса США, в то время как трамповская администрация винила, что вот из-за Китая у нас там и так далее. Ну и в-третьих, мне кажется, она очень даже за стимулирование экономики. И когда она была ФРС, делала это, я сейчас точно не скажу, потому что периоды разные, да, знаете, глава ФРС приходит в кризис, печатает деньги, стимулирует экономику, а потом кризис заканчивается, он, наоборот, приостанавливает процессы. Мы же не можем сказать, что глава ФРС зарубила на корню, перестала кормить экономику. То есть как бы тут разные могут быть ситуации. Так вот, мне кажется, по всем параметрам Джанет Йеллен очень даже бычий фактор для рынка. И посмотрите на индексы. Ну, я показываю телевизор, там Блумберг. Посмотрите на индексы. Они сегодня неплохо подросли. Очень даже для одного дня неплохо. Итак, Байден с его статистикой по президентам, по Конгрессам, по Палате представителей и так далее. С его назначением Джанет Йеллен сейчас. Плюс вчерашняя или сегодняшняя трамповская вот эта вот транзишн, как передача власти, процедура передачи власти. Описанная в законодательстве. Все это дает нам просто хорошую-хорошую бычью какую-то почву для того, чтобы быть более уверенными. Ну, конечно, коррекции могут быть, да, потому что две недели растут рынки. Это же не значит, что они и дальше будут такими темпами расти. Но, по крайней мере, у нас есть какая-то уверенность. Идем дальше. У меня буквально несколько минут. И я бы хотел, помимо того, что я вижу в 2021 году по поводу текущих ноябрьских событий, посмотрите, немного плохих новостей. Локдаун 2.0, то есть закрытие карантин в Европе 2.0. Посмотрите, как обратно все посыпались. Есть ресторанный букинг, да, резервирование столиков в ресторане. Обратно упали туда на март, апрель, май. Ну, еще бы, да. Но новость в другом. Еще одна есть новость. Если в марте, посмотрите, это рабочие места. Сколько процентов работников перестали приходить на работу в офисы? Ну, не обязательно в офисы, просто на рабочие места, любые. Тут средняя. А тогда в первый локдаун, в первый карантин. И сейчас, да, вот сейчас ноябрь. Ну, может быть, чуть ниже сейчас ужесточили. То есть уже не так, как раньше. Тем более после вакцины еще больше людей будет более-менее. Я это к чему? Времени мало. Я к тому, что текущий пик, ну, во-первых, в Испании он пройден. Я сегодня смотрел статистику. Мы уже прошли 22 тысячи заражений в день. Было почти 20-22. Сейчас 8-900. Ну, все-таки неплохо развернулись. В каких-то странах только растем, да. Я к тому, что все-таки после вакцины, после второго раза, чисто для экономики, не для здравоохранения, не для здоровья людей. Я, между прочим, вообще сторонник полного закрытия. Один раз мы могли бы человечество переждать, пересидеть дома. Да, неудобно. Все хотят гулять. Я тоже, может быть, хочу гулять, на велосипеде кататься. Один раз бы мы это сделали качественно, без этих теорий заговоров всяких. Там, ой, вируса нету, это гриб, бла-бла-бла. Было бы лучше. Но получили то, что получили. Благо, есть вакцина. Я к тому, что те плохие новости с фронта коронавируса, даже они экономикой, чисто экономикой, мы сейчас не говорим о здравоохранении, отыгрываются уже легче. Ну и это, очевидно, Америке я не открыл. Ну и, наконец, что здесь у меня? Ведущие индикаторы. Они менее индикативны. Что такое ведущий индикатор? Это опережающий, точнее, индикатор, правильный перевод. Это такой индикатор, который сборная солянка разных всяких индикаторов экономики, там, заказы оборудования, сырья менеджерами, спрос со стороны, уверенность потребителей. Посмотрите, что с ним произошло в пандемию. Минус там 8-9 процентов, потом резко развернулись и немного снова остываем. Ну, вероятно, это какая-то коррекция. Но этот индикатор сейчас нам ни о чем не скажет. Ну и, наконец, давайте поговорим вот о чем. А что, собственно, происходит с рынками? Насколько они переоценены? Ведь это важно, где мы сейчас находимся в преддверии 2021 года. Да, хороших новостей много. Да, нужно делать стокпикинг, смотреть на мелкие компании, на Russell 2000, все, что входит в него. Ну, а где мы находимся? Вообще рынок переоценен или нет? Для тех, кто в первый раз на вебинарах и вообще не знаком с рынком, я скажу. Как оценивают обычно рынок? Ну, самый грубый индикатор – это соотношение цены акции на прибыль, которую приносит компания. Ну, например, у вас есть недвижимость, вы купили за 100 тысяч дом, сдаете его за 10 тысяч в год. Вы окупите это за 10 лет, потому что 10-10-10-10-10 тысяч, да, и за год вы окупаете. То же самое с акциями, не то, что вы получаете дивиденды, но бизнес, Microsoft, какая-нибудь там, Додо, не Додо, как, Домино Пицца, вот у меня акции в шарте неплохую прибыль приносят, Домино Пицца или еще что-то. Вы видите стоимость компании или одной акции, неважно, вообще неважно, и видите, сколько она зарабатывает. Делите соотношение, получаете price earnings или цена на прибыль. Ну, многие скажут, ты Америке не отрыл, я это говорю для новичков. Давайте посмотрим, что у нас в Америке. Вот я специально для вас сделал скрин с одного сайта. Ну, я могу показать сайт, просто времени очень мало. А вот здесь, вот здесь, я специально поставил курсор на Штаты, и он вот запечатлил эту картинку. Штаты, price earnings 29,1. Это немало, знаете, это немало. Есть, конечно, бумаги, которые и по 8 торгуются, то есть стоимость всего в 8 раз больше прибыли. Есть бумаги, у которых P-ratio 1033. Угадайте эту бумагу, Tesla, Tesla, 1033. Ну, там люди оптимистично смотрят на будущее, поэтому они готовы переплачивать. Вот кто-то написал, молодцы, Максим, да, Tesla. Так вот, немало, что я могу сказать, немало. Не то, чтобы прям космос, бывало и больше, там 37 было в 2008 перед пузырем. Но, смотрите, тут какой ведь момент, что такое price earnings, цена на прибыль. Цена, вот текущая, и прибыль, какая прибыль? Текущая, ну, за последние 12 месяцев обычно берут среднюю за последние 4 квартала, потому что прибыль-то отчитывается компанией не каждый месяц, да, раз в квартал, 4 квартала. Но, смотрите, прибыль ведь была не очень, а сейчас ситуация, возможно, восстанавливается. И если компании будут отыгрывать, эти прибыли будут расти, потому что, да, стимулирование экономики, какие-то там вообще восстановление ситуации, закончится весь этот локдаун, карантин, то E, вот вторая цифра, PE, да, E, английская E, то она будет расти. И поэтому PE 29, возможно, упадет куда-нибудь на 24, зависит от того, как сильно вырастут прибыли. При прочих равных, если, конечно, акции не улетят сильно вверх. То есть тут идет борьба между двумя переменными стоимостью акций и прибылями компаний. Вот сейчас она высокая, но учтите, за эту высокую цифру отвечают низкие прибыли. Дальше идем. В Германии я сделал скриншот 29,7, еще дороже. Посмотрите, тут все красное. Там Франция вообще, по-моему, 43 была, да, космическая. То есть Европа не лучший выход для того, чтобы альтернативу выбрать. Все-таки Америка хоть и дорогая, но здесь тоже есть дорогие страны. А я это к чему? Мы встречаем 2021 год не с очень хорошими показателями дешевизны, давайте так упростим, дешевизны бумаг, но эту дешевизну, в кавычках, эту дороговизну бумаг можно оправдать тем, что последние три квартала прибыли, ну, никакие у компаний, да. Ну и давайте еще одну покажу вам статистику, а потом все резюмируем. Резюмируем. И Роман продолжит, ну, чтобы у нас не было долго, да, у меня 4 минуты, я думаю, есть. Тут статистика, которая говорит о том, что все эти цифры, они, конечно же, хороши, но тут график победителей игры в гольф, ну, вот этот Masters Winners, чемпионат по гольфу, да, такой так назовем, и S&P на следующий год. Если вы следите за чемпионатом, если вы следите за этим вот турниром, да, Masters Winners, то знайте, что если победит представитель Аргентины, это будет лучший год. Я смеюсь, потому что понятно, что это ирония. Но, видите, люди же не поленились, не запарились, такую статистику нам сделали. Если победит аргентинец, это будет лучший год 50%. Всегда, когда побеждал аргентинец, ну, в среднем рынке делали вот так. Канадец. Кстати, кто следит за гольфом, напишите, что у нас там. Говорят, у испанца неплохие шансы, я слышал такое. Что у испанца неплохие шансы. Если Канадец, то 40%. Австралия там 30%. Испания 18%, да, где-то примерно. Германия. И не дай бог, это будет Фиджи и Южная Африка. Не дай бог, просто рынки рухнут. Ну, если американец победит, тоже неплохо. Если кто-то смотрит гольф, разбирается в гольфе, напишите. Я только знаю одного игрока в гольф, Тайгера Вутса. Я даже не знаю, какую страну он представляет. По-моему, Штаты или Фиджи, или Штаты. Нет, Штаты, да. Напишите мне в чате, если вы знаете, США, да. Тайгер Вутса – это Штаты. И если он победит, будет 6%. Но вот я слышал, что испанцы имеют все шансы. Значит, будет неплохой рынок. Но давайте болеть за аргентинца, да, давайте болеть за игрока в гольф аргентинца. Пускай он победит, и тогда рынки сделают 50%. Мало того, я бык, так еще у нас статистика совпадет, и это будет прекрасно. Хорошо, буквально последние две минуты. Что я еще хочу сказать? Смотрите, мы, наверное, пришли к выводу, что, с одной стороны, вроде много бычьих факторов, но, с другой стороны, и рынки-то не дешевые. 29,1 по E-Ratio. Раз. Ну и знаете, когда все очень хорошо, у меня уже подозрения по поводу того, насколько все это будет длиться долго. Возможно, будут коррекции. И 3, как я уже сказал, время стокпикинга. Сейчас нужно подбирать очень хорошее. Вот у меня был маленький портфель у одного клиента, совсем маленький портфель. Я туда подобрал дешевые бумаги. Good Tears, мы об этом, кстати, говорили в подкастах, которые каждую неделю во вторник выходят на сайте. С Романом мы вместе ведем подкаст. Так вот, подобрал себе дешевые бумаги, отобрал по каким-то параметрам. Гес, Good Tears, Wells Fargo и так далее. И они очень сильно прибавили, даже удвоились. Я к тому, что стокпикинг сейчас будет выигрывать, потому что в больших индексах, может быть, где-то есть переоценка. В NASDAQ, кто знает, какая там переоценка. И на первый план выходят все-таки стратегии по выбору. Одна из таких стратегий – это парный трейдинг. Сейчас Роман все это объяснит. Я ведущий тренинга по парному трейдингу. Это очень-очень, поверьте, весьма интересный подход к выбору акций. И я очень вам рекомендую посетить этот курс. Он бесплатный, только лишь там условия какие-то есть. Вам Роман расскажет. Вас избавляет эта стратегия от угадывания. Мне больше всего не нравится угадывание. И вот, собственно, я перешел к этой и еще одной другой стратегии, чтобы не разочаровываться, когда я не угадал и использовать такие стратегии, которые, в принципе, мне дают какие-то, мягко говоря, руки развязывают и не требуют от меня угадывания ровно направления, ровно тренда вверх или вниз. Так что у нас будет курс. Но сейчас, Роман, я вижу, уже включил камеру и ждет, пока я закончу. Да, Роман, у меня все, собственно, я думаю, все, что я хотел сказать, ну, почти все, что я хотел сказать, я уже сказал. Окей, тогда останови демонстрацию экрана. То есть я думаю, что мы можем три минуты немножко, скажем так, резюмировать. То есть ты уже резюмировал, но, наверное, сейчас я сделаю демонстрацию экрана. И одну минуту. То есть мы поняли, что рынок может быть довольно-таки перспективным в текущий момент. И если вот буквально в трех словах, то есть я просто перефразирую, для того, чтобы, наверное, было удобнее как-то это резюмировать. То есть сейчас мы в целом можем ожидать рост, то есть может быть небольшая коррекция в начале этого года, ну и можем ожидать там на третий-четвертый год правления Байдена, именно правления, ну, нахождение в качестве президента более высокую динамику как раз акт, движение индекса S&P 500. Но если мы говорим, например, о том, что делать инвестор. Да, вот инвестор сейчас пришел, он видит, что S&P 500 на хаях, все, собственно, выглядит довольно-таки дорого. Однако, насколько я понял, то в этом плане ты приверженец того, ну, вот на текущем, да, то есть понятно, что там полгода назад, если бы у нас был этот разговор, то подход был несколько иной, там, с точки зрения того, чтобы покупать все, что есть, да, все, что хорошее. Но сейчас, поправь меня, да, это именно стокпикинг, да, то есть хорошие акции, которые показывают хорошую динамику, да, по каким-то причинам они могли просесть, скорректироваться, ну, точнее, не отрасли, точно так же, как индекс S&P 500, которые хороши по мультипликаторам, да, то есть тот же P-Ratio, и эти, набор этих акций, например, также может меняться, то есть, например, в этот месяц хороша одна акция, затем, там, через 2-3 месяца может быть хороша какая-то другая, вот таким образом формировать свой портфель. Роман, у меня микрофон включен, да? Да, у тебя включен. Да, как раз тут вопрос в чате, и я как раз на твой вопрос и на вопрос участника быстренько, буквально 2 минуты отвечу. Да, значит, я соглашусь, что бычий рынок – это хорошая новость, но учтите, что некоторые бумаги так сильно прибавили, и вот эта вот мода двигаться за бумагами, которые растут, особенно мода среди миллениалов, там, зумеров, юных трейдеров, совсем юных, не видавших кризисы, они вот, допустим, только в марте пришли на рынок и увидели, как все отросло после падения, и думают, что всегда так будет, да? Это может ввести в заблуждение. Ну, посмотрите на акции каких-нибудь там Zoom или еще даже хуже, Zoom – еще нормальная компания. Вот мы сейчас, кстати, пользуемся их услугами, да? Я к тому, что стокпикинг, выбор бумаг, вас избавит от покупок дорогих бумаг. Раз уж рынки бычи, раз уж все будет расти, раз уж у нас, ну, есть такое понимание, что рисков все меньше и меньше, и нас ждет волна бычья. Исторически, не гарантированно, исторически так было, то давайте хотя бы выберем недооцененные бумаги, пока не поздно. Выберем бумаги, у которых есть потенциал, которые, может быть, слабо себя вели, инвесторы в них не верили, но, наконец, поверят. Теперь вопрос в чате индустрии. Смотрите, мы, конечно, не знаем, что пойдет вверх. Никто не знает, что пойдет вверх, что не пойдет, но в связи с Байденом есть такие теории, что хорошо будут расти индустрии, такие как инфраструктуры, инфраструктурные отрасли, это всякое строительство дорог и так далее. Ну, сами пробьете, в скринерах можно это отыскать. Мы, кстати, на парном трейдинге, на вебинаре работаем плотно со скринерами, потому что для парного трейдинга это ключевое, искать корреляции. Дальше здравоохранение, скорее всего, там будут реформы, хорошие реформы, ну, потому что ковид показал, что как-то все не очень, да. Возможно, из-за этого, возможно, нет, Байден сам что-то говорил. Дальше всякие марихуаны и так далее, но я даже туда не буду смотреть, там тоже модная индустрия, пузырей очень много. И что у нас еще было? Подождите. Ну, и, собственно, мне нравится ритейл без всякого Байдена, розничной индустрии, всякая одежда. Вот у меня куча тут акций, Ральф Лаурен, ГЕС, массу всего я закупил, и все это очень неплохо растет. Вот такого рода акции, потому что ритейл-сейлс растут. Если они, конечно, с дисконтом, если какая-то розничная бумага уже там 200% от нас сделала, то я бы, наверное, в такую не полез. Так что стокпикинг, выбор бумаг, грамотный выбор бумаг, недооценка. А, зеленая, спасибо, Илья, зеленая энергия. Кто-то думает, что я упустил. Зеленая энергия, да. И там масса всего, включая даже такое разветвление, как ESG, это Social Governance and Eco там и так далее. Ну, то есть компании, которые достаточно там, у них нет дискриминации, они ведут себя хорошо. Ну, такие хорошие бумаги, которые полюбила бы Грета. Вот так, в общем-то, придется стать хорошим аналитиком, выбирать хорошие бумаги, потому что я не уверен, что такой мощный рост будет пропорциональным. Поэтому придется немножечко научиться выбирать бумаги. Спасибо большое, Фуат. Собственно, я тогда закончу. И, собственно, хотел еще раз напомнить о том, что мы в Эдмиро Марке сделаем большой упор на обучение, на возможность предоставления информации. Поэтому я приложил уже ссылочки в чат на наш YouTube канал, на Telegram канал и на запись подкаста, который как раз был опубликован сегодня. Поэтому здесь, если вы хотите поподробнее узнать чуть больше информации про Йеллен, про то, что Маск потеснил Гейтса в своем состоянии, то есть сейчас вышел на второе место, то есть как раз об этом мы говорили в последнем выпуске, переходите, слушайте, и будем рады вашим также комментариям и звездочкам под подкастами. Собственно, подписывайтесь на Telegram канал Эдмирал Маркес. Сюда мы публикуем все записи вебинаров, все подкасты, чтобы вы, соответственно, оперативно могли получать информацию. Ну и завтра также будет вебинар с Александром Элдером. Вы также можете зарегистрироваться на нашем сайте. Соответственно, я вот также обратил внимание, что у нас достаточно большое количество участников, которые уже проходили курс Фуада, парный трейдинг. То есть мы его проводим периодически, раз в несколько месяцев. Собственно, я хотел как раз про него рассказать, особенно для тех, кто присутствует впервые на данных вебинарах, ну а для тех, кто посещался, еще раз напомню, что, в принципе, у вас также есть возможность его посетить еще раз, чтобы дополнить как раз ваши знания. Собственно, да, сейчас, как говорил Фуад, велика вероятность некоторой неопределенности. И здесь тоже важно для себя иметь в арсенале стратегии, которые как раз не завязаны на том, что рынок там должен расти или должен падать. Как раз стратегия парного трейдинга – это тот симбиоз, который позволяет фактически зарабатывать как на падающем рынке, так и на растущем рынке. И здесь как раз Фуад проводит уже не первый год данный курс, который будет проходить в течение трех дней. То есть сейчас вы видите перед собой как раз расписание. Это 2, 3, 8 декабря. Будет разбираться сам подход, будет теоретический блок, также будет, собственно, блок практики. Ну и, соответственно, как один из плюсов, то есть мы перешли на формат как раз общения с теми, кто посещает данный курс. У нас создан телеграм-канал, который постоянно действует, куда мы добавляем новых участников, где идет постоянное общение как раз по данной торговой стратегии. То есть, конечно, важно получить основу, как это работает. А затем также Фуад уже будет вас курировать в данном телеграм-канале. То есть если у вас будут появляться какие-то вопросы, то вы, безусловно, сможете его посещать. Я также сейчас пришлю ссылку на данный курс, на который вы сможете зарегистрироваться. Ну и также, да, напоминаю, для тех, кто посещал уже непосредственно данный курс, вы можете посетить его еще раз. Условия для участия данного курса. Этот курс, он бесплатный, он подразумевает чуть более высокий уровень подготовки, потому что у нас также будет чуть позже в декабре курс для начинающих. И, то есть у вас уже должны быть определенные навыки. Собственно, мы проводим данный курс для клиентов, у которых на балансе счета есть сумма минимум 1000 евро. То есть если вы торгуете, у вас уже есть счет, то это будет для вас дополнительный бонус. Если вы еще, собственно, думаете о том, чтобы сделать первые шаги, то как раз данный курс для вас будет хорошим подспорьем, потому что вы для себя сможете получить новую торговую стратегию. И если уж, может быть, не полностью его использовать, но, по крайней мере, дополнить ваш подход и улучшить, собственно, вашу торговую стратегию. Собственно, от вас требуется зарегистрироваться. С вами также связывается персональный менеджер и уже проконсультирует вас по дополнительным шагам, если они, соответственно, в данном случае потребуются. Пока вы можете переходить по ссылке, регистрироваться, и курс начнется через одну неделю. Поэтому здесь тоже нужно, что называется, поспешить. Собственно, проходит курс в небольшой группе, в небольшом, скажем так, коллективе трейдеров заинтересованных. И это позволяет как раз иметь возможность уделить внимание практически всем, не оставив ни один вопрос без ответа. И также для тех, кто будет посещать его первый раз, в дальнейшем, когда мы будем этот курс повторять, уже в следующем году вы тоже сможете его посетить. Поэтому переходите по ссылке, регистрируйтесь. И Александр, наверное, задает хороший вопрос, когда соберемся на семинар вживую. Ну, наверное, когда к нам грузовик с вакцины приедет, когда эта проблема отойдет на второй план, когда вновь можно будет собираться в больших помещениях и не носить при этом маски, тогда, я думаю, что мы обязательно это возобновим и продолжим собираться также и в живом формате. Но преимущественно мы это делаем в Таллине. Здесь вопрос как раз про Таллин. Но и, безусловно, не оставим без внимания наш онлайн-формат, потому что сейчас это самый удобный и самый, наверное, лучший способ, чтобы доносить информацию. Поэтому у меня все. Если у вас есть также какие-то вопросы, то можете написать. Если пока вопросов нет и все понятно, то можете поставить два плюсика. Ну, а те вопросы, которые появятся, или ко мне, или к Фуаду, то есть мы буквально еще 30 секунд подождем и также ответим на ваши вопросы. Фуад, что-то хочешь добавить? Нет, добавить нечего. Я могу, конечно, до утра говорить. Это мы знаем. Да, но добавить нечего. Просто хочу сказать, что даже я в торговле своей в последние два года, ну, я опционами торговал, многие, может, знают. Я даже изменил, ну, не изменил, доработал стратегию, стал по-другому немножко торговать. Может быть, даже в чате есть ребята, которые в курсе, потому что у нас есть там свой скайп-чат и так далее. Я к чему? Учиться никогда не поздно. Даже человек, который 20 лет на рынке, что-то изменил. Мне не нравился тот риск, который я беру на сделки. Я хотел его еще больше уменьшить. А вы знаете, что не так много стратегий, которые делают маркет нейтральными, да, вашу стратегию делают маркет нейтральными. Не так много возможностей. Ну, и тем не менее, я нашел. И вот целый год я тестировал, торговал, ошибки свои изучал. И, наконец, пришел к какой-то вот готовой стратегии. Я не про парный трейдинг, но неважно. То же самое можно сделать в парном трейдинге. Кстати, кстати, вот тут в чате я хочу вам написать буквально трейдинг-вью. Многие знают про трейдинг-вью, да, наверное. Это такой портал или платформа такая, которая позволяет, там, графики рисовать, следить за сделками других людей. Вот это мой ник в трейдинг-вью. Подписывайтесь, там очень много по парному. Я вообще хочу превратить трейдинг-вью больше в парный трейдинг, потому что у нас все больше и больше людей на курсы ходит, да. Вот Роман говорил, который раз проводим. И я хотел бы, чтобы там было, наверное, 80% парного трейдинга. Вот, Александр, наверное, нет времени объяснять, что такое парный трейдинг. Скажи в двух словах. В двух словах. Сейчас, секунду. А вот это Инстаграм, если хотите, подписывайтесь. Я тоже подписываюсь, если у вас активный аккаунт. В двух словах. Смотрите, у вас есть две бумаги. В какой-то индустрии. Вы не знаете, куда пойдет рынок. Например, Кока-Кола и Пепси-Кола. Вы думаете, интересно, вот они выросли, они дальше пойдут вверх или разворот будет. Все-таки 200% от 1 сделали, опасно брать. Ну, вообще не понимаете, что делать. Short или Long. Но вы находите такую, какую-то, как сказать, тенденцию, что оказывается, Кока-Кола за последнее время очень сильно росла, Пепси-Кола отставала по ряду причин, но вы не знаете о причинах. Вы исследуете примерно, видите, что даже если есть причины, они не какие-то там фундаментальные. Ну, извините, компаниям 100 лет. Неужели именно сейчас, когда вы зашли на рынок, произошла разгруппировка, так скажем, двух бумаг? Вот прям Кока-Кола оказалась лучшей, а Пепси-Колу все перестали пить. Ну, наверное, такая вероятность, если и есть, то она минимальна. Так вот, найдя на двух бумагах раз корреляции, расхождения, вы просто покупаете одну, продаете другую. Short по одной, Long по другой. Таким образом, вам все равно, куда пойдет рынок. Вверх одна принесет, другая отнимет. Вниз другая принесет, одна отнимет. Самое главное, чтобы их расхождение со временем обратно сошлось, потому что, как вы считаете, это ненормально. Вот такая очень интересная, действительно, вот Александр написал, интересно, действительно, очень интересная стратегия. Собственно, о ней будет курс, который начнется 2-го числа, по-моему. 2-го. Да, 2-го числа. Вот так, в двух словах. Ну и, кстати, в преддверии Черной Пятницы, то есть у нас в Миромаркетс Черная Пятница идет уже, начиная, наверное, с марта, и фактически торговать все акции, именно CFD-контракты, то есть которые как раз применяются в парном трейдинге, то есть это лонг и шорт, можно без комиссии. То есть есть, конечно, свопы, но уже без комиссии, то есть та, которая обычно платится. Поэтому это тоже имейте в виду. Хорошо, спасибо большое, Фуат. Роман, подожди, а как долго это будет без комиссии? Ну, скажем так, мы запустили это в марте, и пока будем продолжать, то есть до конца года точно, и, скорее всего, в следующем тоже. То есть вот у тебя на футболке что-то нарисовано, это с этим связано, да? Это с этим связано, да. А, окей, а я думаю, что это у вас в инстаграме адмирала всех таких футболках. Хорошо, спасибо. Всем спасибо, удачи на рынках. Все, всем спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok